Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Певец Александр Иванов, очень известный исполнитель, порекомендовал замечательнейшему, молодому, красивому, талантливому парню, исполнителю, певцу-шаману, поменьше дротить в душе по утрам. Вы не ослышались, вы не ослышались. Именно так. Я когда увидел видео, я сначала не поверил. Думаю, может быть какая-то шутка. Давайте вместе посмотрим. Хорошо. Пусть парень чувствует себя уверенно по жизни. Но главное, немного хочет ванной, потому что вот когда люди молодые, знаете, они переходят эту грань, и я думаю, что шаману нужно обратиться к каким-то очень важным драматическим деятелям, чтобы вглубь смотрел смысл песни. Ура, патриотик, это очень хорошо, но главное, чтобы побольше внутри переживаний каких-то все. А вот эти позы, вы знаете, встал утром и начинает этой фигней заниматься в ванной комнате. Не надо этого. Пусть парень будет поскромнее, и все у него хорошо будет. Ну вот, друзья, вы сами все слышали. Он как бы в такой юморной манере это все преподносит. Вы знаете, я не понимаю такого юмора. Может быть, кто-то понимает, напишите в комментариях. Он говорит, не надо вот этих вот, когда дротят в души с утра, надо как-то ему в глубину пойти. Вы знаете, я вот, будучи человеком, скажем так, не совсем и молодым, и не совсем, так скажем, в пожилом возрасте, слушая шамана, вижу, что он проживает свои песни. Вы знаете, когда человек долго идет к успеху, а он шел там чуть ли не 10 или 12 лет, я читал, его везде, он, очевидно, должен был победить на многих конкурсах ранее. Ну вот судьба так распорядилась для того, чтобы он выстрелил потом. Может быть, если бы он раньше какой-то конкурс выиграл, где-то он бы и не услышал. А сейчас вы видите, какая мега-звезда. И вы понимаете, дело в том, что я вижу, что человек, который вот выстрадал, он не может быть поверхностным. Я считаю, что мнение Иванова, оно, ну, я считаю, для меня оно ничего не значит, оно не близко мне. Это его мнение, он высказал его. В той форме, в которую он высказал, я считаю, что это некрасиво просто, просто некорректно. Будучи, скажем так, старшим товарищем в этой деятельности, конечно, я думаю, что стоит как-то высказаться более корректно. Но это его мнение, он высказал. Он показал сам себя. Я вот Иванова такого не знал, теперь знаю, и мне это не понравилось, абсолютно не понравилось в этом человеке. Я буду теперь совершенно иного мнения о нем. Но шаман, он действительно проживает свои композиции. Потому что если бы этого не было, он бы не затронул души и сердца миллионов россиян теми песнями, которые первые вот были. «Встанем», «Я русский», да, и так далее. Это было прожито им внутри. Поэтому столько людей откликнулись сердцем открытым, мы пошли на концерты, и огромное количество людей полюбили, и искренне абсолютно. Эта же энергия, она чувствуется токами человеческого сердца. Поэтому какой-то абсолютнейший просто вот бред. Просто бред. Я такого еще не слышал. Много говорят, конечно, но такого я еще не слышал. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников. Новости из разных источников. Политика с моими комментариями. Все самое интересное в телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Друзья, обязательно подписывайтесь. И на всякий случай можете подписаться на платформе Рутюб. Тоже канал называется Будда Гришна. Я просто не мог это не прокомментировать, потому что то, что касается певца Шамана, мне кажется, это первый исполнитель, который был нам просто подарен свыше в новой истории шоу-бизнеса, пока еще не эстрады патриотического, того, что долго мы ждали, как глоток свежего воздуха. Очень хотелось, чтобы больше их было. И поэтому, конечно, очень хочется как-то ответить, как-то прокомментировать. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.